В этом уроке мы с вами попробуем разобрать небольшой свип и также нисходящий пассаж. Значит, свип мы возьмем, к примеру, композицию Джо Су Трианик, Russian Day, достаточно сложный свип. Начинается он у нас с мизинца четырнадцатого лада, то есть мы сыграли с вами отсюда четырнадцатый лад, все движения, вот такие вот. Дальше мы играем третья струна, двенадцатый лад и пальчик перекатываем. Дальше играем опять двенадцатый лад на второй струне и затем первым пальцем касаемся десятого лада. Затем обязательно играем медиатором пятнадцатый лад, затем делаем пул и слайд в восьмой лад. То есть получился ход. И я вам советую сделать небольшое пицциката. То есть не так играем, а постоянно держите руку здесь, на мошенке, чтобы у вас как раз те струны, которые вы отпускаете, чтобы они у вас не давали лишний шорох. То есть вот мы сыграли первый пассаж. Потом второй пассаж мы с вами играем опять-таки же двенадцатый, десятый, восьмой лад понисходящий. И мизинец ставим на тринадцатый лад. И потом делаем пул в восьмой лад на первую струну. Потом опять эту же аппликатуру, которую мы сейчас с вами только что сыграли от третьей струны, играем ее от третьей струны, только уже четырнадцатого лада. То есть получается, что мы это сыграли. Потом делаем такой ход. Затем то же самое играем, но только уже без четвертой струны. А сразу же, сразу же с первой струны. То же самое. То есть мы сыграли с пятнадцатого лада, сделали пул на десятый и сделали слайд в восьмом ладу. Потом опять такую нашу нестандартную лестнику сыграли, двенадцать, десять, восемь. Каждая цифра на своей струне. Сделали с тринадцатого пул в восьмой лад. И снова пришли в четырнадцатый лад. И тоже самую лестнику сыграли. И вот теперь делаем скачок. В двадцатый лад мизинцем. Обратите внимание на то, что когда вы делаете в данном примере слайд, то первый пальц у вас во время того, как вы поставили ноту в двадцатый лад, первый пальчик уже должен быть готов на семнадцатом ладу. И делаем пул. Затем дальше ведем медиатор вверх. Кстати говоря, ноту, в которую мы приходим, двадцатый лад, не принципиально куда ее играть. То есть либо вниз, либо вверх. Потому что после нее идет пул. Если бы как раз после нее не было пула, мы сразу же выиграли какую-то другую ноту, то принципиально важно было бы сыграть удар вверх, чтобы сразу же медиатором это все сыграть. Дальше мы с вами обыгрываем небольшую гармонию. Такая лесенка у нас получается. То есть это у нас семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый лад. Каждая цифра на своей струне. И вот на третьей струне мы делаем два удара медиатора. Получается, что девятнадцатый лад мы играем ударом вверх, а семнадцатый лад мы играем ударом вниз, и плюс еще от нее делаем слайд в четырнадцатый лад. Затем далее, очень важный момент. Здесь мы с вами играем мизинчик в пятнадцатый лад, ставим именно мизинец, и тем самым мы оказываемся в другой аппликатурной форме. Сыграли мизинец в пятнадцатый лад, сделали пул в двенадцатый на четвертой струне. Это мы играем ударом вверх. То есть вот вверх мы сыграли. Затем дальше переходим на пятую струну, опять-таки же удар вверх. И здесь мы делаем хаммер и пул. Двойной хаммер на пятнадцатый лад, то есть получилось тринадцать-двенадцать, тринадцать-пятнадцать. Затем дальше гамма-образно пасы. То есть получается у нас как будто бы гамма-ре минор. Но только мы ее играем, естественно, легатной техникой. Затем дальше мы переходим на вторую струну, играем тринадцать-пятнадцать-семнадцать. Затем дальше переходим на вторую струну и играем удар вверх на первую струну, на тринадцатый лад. Потом удар вниз на семнадцатый лад и делаем пул в тринадцатый. И дальше мы играем, если первый раз вы играете этот пассаж, то мы играем пятнадцатый лад. А если мы с вами играем уже второй раз этот свип, то мы делаем слайд в двадцатый лад и делаем вибрато. Достаточно такой интересный пассаж, очень такой яркий, очень красивый. Желаю вам его поиграть и извлечь из этого урока свою пользу. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok